Уничтожил более 8,5 тысяч авиабомб и снарядов. Получил награду за отвагу, и пока я доехал до Бобрыска, мне дали ключи от двухконтной квартиры. Каждый день 30 тонн мебели. Сколько? Я всегда учусь делать мебель. Я не умею делать мебель. Тут включили резервный скипер новый, чтобы немножко успевать. Мы на этом станке клеим единицу, на этом клеим двушку. Тогда вопрос, для чего у нас третий станок? В пределах, наверное, 3,5 миллиона евро я только купил убийцы станков. 4 гектара земли и 4 тысячи квадратных метров. Скажите, а вот это вот, такой домик чудесный, это что? Это мой дом, я здесь живу. То есть я чем больше попилил, тем больше присадил, тем больше я заработал. И тем меньше дал своим конкурентам заработок. Я начал использовать менталитет женщин. Тут у нас идет Виктория, моя невестка, она начальник производства. Кому не нравится, пожалуйста, вон там шинный завод, пускай идут, работают. Вы нарушаете все законы 5 ДС производства. У меня 5 водителей, а машин 10. У меня не 2 водителя на одну машину. А 2 машины на одного водителя. Это логика сапера. Дмитрий, меня зовут Сергей Константинович. В народе называют сапером, потому что закончил военное училище золотой медалью на Украине. И приехал служить. А союз распался, отдали документы. И я, честно говоря, мог служить, мог не служить. Приехал в Минск, в Министерство обороны, и спрашивает, а где служить хотите? Я говорю, родился в Бобруйске, хочу служить в Бобруйске. Мне дали группу разминирования, это 4 человека, солдат. И я отвечал за Гомельскую и Могилевскую области Республики Беларусь. И в течение 8 лет собирал все, что находится на полях в лесах со времен Великой Отечественной войны. Уничтожил более 8,5 тысяч авиабомб и снарядов. На 6-м году своей службы я случайно попал к президенту и получил награду за отвагу. И пока я доехал до Бобруйска, мне дали ключи от двухконтной квартиры. Вот тут и начинается вторая часть моей жизни, когда я пришел в пустую квартиру. С чего начинать? Денег особо нет. Потому что старший лейтенант, вот это все вещи. И ездил я в Речицу на разминирование, это городок Гомельской области. Там было предприятие, Древпроминвест, английско-украинское предприятие, которое выпускало кашированную плиту на тот момент. И я просто начал брать отходы на этой фабрике, начал делать там, допустим, себе в прихожую какую-то тумбочку. Потом выпилил кровать, брал журналы, рассчитывал, калькулятор. Мне стало интересно. Сделал какую-то мебель себе. Сделал на работе прапорщику. Майору. Ну и вот так постепенно я к 2001 году за 4 года осознал, что надо как-то поменять жизнь. Потому что смысл жизни. Что стать подполковником, допустим, максимум получить. И где-то быть потом охранником, где-то начальником какой-то службы охраны. Смысл жизни. Смысл. Жизнь-то одна. Поэтому в 2001 году я просто последний раз взорвал. Снаряды. И для себя поставил цель, что я этого больше не буду делать. Решил уволиться и что-то открыть. И в 95-м году с этой деревни я вывозил авиабомбу весом 100 килограмм. И тоже в соседнем лесу взрывал. И тут у меня подвернулся участок небольшой. Я решил там начать производство. Поэтому я это связываю, что это что-то сверху повлияло на все это. То есть это не пустое. Я всегда какие-то факторы слаживаю. Я засертифизировал свою тумбочку под телевизор, которую, можно сказать, подпольно выпускал еще в воинской части. Получил сертификат. И начал развозить мебель в те города, в которые я ездил на разминирование. То есть я продолжал, по сути дела, служить. То есть вы сначала обезвредили эти города? Да, да. Потом туда, да, да. Вот так вот все начиналось. Друзья, вы часто спрашиваете меня, задавите самый популярный вопрос на канале. Дима, как ты ищешь вообще таких ярких, интересных героев для своих фильмов? На самом деле, часто они меня сами находят, а часто мне помогают. Вот в данном случае нам помогла, кстати, компания Каимпекс. Они нас привезли в Беларусь. И как раз показывают, знакомят с такими потрясающими, невероятными предпринимателями, как вы. Да, да. Вот, пожалуйста, так мы и находим. Соответственно, мы сейчас находимся на вашем производстве, да? Да. Здесь, допустим, в 2005 году находилась пилорама. Ее уже нет. Я купил станок за 4 тысячи долларов, раскроечный. Честно сказать, я его настраивал в старом цеху, две ночи. Вышел, вот не поверите, сел и плакал. От того, что я не получил то, что я хотел. То есть все эти вещи. Но отработал еще год. Потом узнал, что есть фирмы, которые продают станки. Первый раз я встретился с Гороном. С Гороном, у вас знакомого. Да, да. С знакомого, с директором. Наступает такой этап у мебельщика, когда мы с вами режем вручную и присаживаем на каких-то станках. Но потом нам надо роботы. Так вот, первым станком-роботом был Rover S, который мы купили в 2007 году. Я его покажу. Он у меня работает до сих пор. Он работает каждый день. Мы с него сдуваем пыль. Это как наш раритет. Мы его даже никому продавать не будем. Я когда-то был в Нижнем Новгороде на заводе Коронашпан. Так вот, когда они строят заводы, они, построившие завод, перевозят пожарную машину прошлого 19-го столетия. И вот у них такой принцип. Построили завод, пожарную машину переместили на этот завод. Построили другой завод, это машина. Поэтому вот для меня сейчас показатель всего, это вот этот станок. Первый CPU, который был и в денежном эквиваленте. Потому что раскроечный станок на тот момент ручной стоил 10 тысяч, понимаете? А уже приблизительно 70 тысяч долларов стоил Rover. То есть нужно было шаг сделать с 10 до 70 тысяч. Следующий момент, который возникает у производственника, это когда тебе мало 200 квадратов. То есть когда ты... Я включил свет в 2006 году, у меня было 200 квадратов. Я думал, это все. Но проходит два года, и ты понимаешь, что тебе тесно. В 2009 году мы начинаем строить цех 500 квадратных метров. Но денег, как вы понимаете, на станки надо. Денег лишних у мебельщиков не бывает. Их всегда не хватает. Особенно, когда ты мебель. Мы не делаем под заказ, а мы производим и отпускаем в магазин. То есть мы даем еще под реализацию магазина. Поэтому мы в какой-то мере кредитуем мебель. Других предпринимателей. Да, да. Вот на сегодняшний день приблизительно у нас составляет до миллиона долларов. Мы кредитуем магазины. То есть мы отдаем в рассрочку нашу мебель. То есть получается, вы работаете не с конечным потребителем? Или в том числе с конечным? Нет, с конечным вообще не работаем. С конечным вообще не работаем. Вы работаете с партнерами? Да, да. Поставляете? Торговыми точками. А уровень, так скажем, ценовой политики? То есть у вас эконом, средний? У нас эконом. Эконом. Чисто эконом. То есть я стараюсь в Беларуси держать самую низкую цену. Я демпингу иногда. Почему? Потому что я один. Я директор, я учредитель. Делиться ни с кем не надо. Да, у меня нет ни снабженцев, никого. Я могу под станки ложиться сам, ремонтировать. Каимпак знает об этом. А может быть покажете тогда? Сдоглянем. Да, да. Вот я скажу. Поэтому мы прорубили в заборе стену, пристроили цех, а потом уже начали осваивать ту территорию, которую мы взяли. А забор это тот самый, который прорубили? Да, да. Вот все. Вот это было с территории. Вот как раз видим этот кусок прорубленного фрагмента. То есть, вот начинали с этого цеха 500 квадратных метров. Это первый цех? Это первый цех, построенный в 2010 году. Все. После этого уже, честно сказать, станки поменялись, некоторые все. А тот самый первый станочек, он не стоит в другом цехе? Я потом покажу. Да, да, да. Все. Так что вы... Сейчас мы производим мебель в эконом-классе, каждый день 30 тонн мебели. Сколько? 30 тонн мебели каждый день. 30 тонн мебели каждый день? Да. Масса, действительно. Поэтому мы делаем по сертификатам, этот цех делает корпуса кухонь. Нам надо каждый день раскроить приблизительно 120 листов на корпус. Соответственно, раскроечный станок пилит столько, что две кромочные линии должны постоянно клеить. Поэтому клеит одна кромочная линия, клеит вторая кромочная линия. Для нашей безопасности у нас стоит третья кромочная линия. На тот момент, если у нас какой-то из станков ломается, то мы всегда не ремонтируем станок, а переходим на другой станок работать. Это позволяет нам выпускать продукцию без задержек. Если ломается станок, мы сразу же переходим и работаем. Мы ждем, пока мы сегодня делаем. То есть перебоя в работе у вас нет? Вообще не должно быть. Это никого не должно волновать. Потому что мы к этому придем. Мы для VIP-клиентов выполняем мебель для магазинов за 48 часов от поступления заказов. Как так получается? В чем секрет? Станки итальянские. Все материалы закуплены у нас заранее. То есть у вас здесь склад еще есть? Да, у нас все забито, все полностью. И немаломаждый вопрос. Это у меня такой, что сапер никому не должен. Я покупаю материалы много, я со всеми рассчитываюсь. Мне тогда хорошо, когда у меня все завалено. Понятно. Вы прям такой хозяйственник открытый, как я считаю. Но мне так легче работать. И еще, за мебель у меня принцип, я никогда не беру денег предоплатой. Предоплатой? Да, потому что так было. Вот взял деньги, и потом что-то, станок сломается, что-то не получится. Поэтому просто принцип. Деньги наберешь и берем. Ребят, как вам такая позиция? Нравится? Здесь чисто цепь делает днем корпус и кухонь. Все, два цвета, белый и кремовый. То есть всегда бесконечно пилится. Я говорил, 120 листок за 8 часов надо распроить. Кромки поклеить приблизительно 6 километров. По 3 километра на каждом станке. Соответственно, присадка осуществляется на скипере. Присадка осуществляется на техно. Станочек есть промежуточный техно у нас тоже. Все, для потока деталей. Станок, да-да-да-да-да-да. Вот, кстати, для потокового производства как раз такой станок, да, подходит? Да-да-да-да-да-да. То есть, видите, помещений не хватает. Но стараемся, если скипер стоит вон основной, то, допустим, приобрели и китайский, который просто поддержать, если произойдет поломка. Понимаете? Да. Да, это только для этого. Друзья, посмотрите, насколько все чистенько. Я так понимаю, вот состояние цеха, да, вот эта вот чистота повсеместная, это обычное состояние для этого цеха? Да-да-да-да. Да, значит, есть уборщицы. В каждом цеху уборщицы она подметает здесь с утра. Но возле станков убирают сами работники. Это для того, чтобы чего-нибудь там не повредить? Да-да-да. Но производство у меня круглосуточно без выходных. Вечером в 6 часов. То есть смена здесь заканчивается в 15.45, в 6 часов приходят другие ребята. Небольшая смена, 3 человека. Они либо делают кровати, либо делают комоды, понимаете? А вот, я не знаю, услышал, правильно я понял или нет, у каждой смены, ребят, свой комплект станков. Это правда? Да, да, соответственно, ночная смена будет клеить на этом, присаживать на этом и все. А первая смена им пилить, то есть ночью пилить нельзя. А для чего такое, кто-то скажет, нерациональное использование оборудования? Нет, 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 станки служат долговечно, вот как машина. Если у нас 2 человека едут, один хозяин, то она дольше служит. Вот и все. Такое мы встречаем впервые, честно признаюсь. Хорошо так, у меня еще есть логистические машины, которыми я развожу эти 30 тонн мебели. Так вот, у меня 5 водителей, а машин 10. У меня не 2 водителя на одну машину. А 2 машины на одного водителя. Это логика сапера, как в армии. Круто. Ребят, ну что, как вам наш сегодняшний герой огонь? Мне кажется, городу надо отдельное спасибо сказать вообще. Значит, в каждом цеху свой погрузчик, на погрузчике ездит человек, который раскраивает плиту, он же бригадир цеха, все в одном. То есть начальника производства у вас нету, вы, видимо, сам являетесь. Нет, вот, допустим, у нас есть технический директор. Он проверяет, да, вот качество, он следит просто, но он на 3 цеха ходит, все. А в каждом цеху есть как бы начальники производства, допустим, в этом цеху качеством занимается мой тесть. В другом цеху моя невестка. Поэтому... Ну, в общем, мы делаем мебель эконом-класса, но стараемся сделать качество. Вот это все первое. То есть у нас все предпуговывается, все полностью. Весь каркас кухни проходит предпуговку. Все, независимо. Любая, да, да, скрытая деталь, на которую крепится столешница, оно все фугуется. В каждом цехе у вас стоит по погрузчику. Да, знаете, потому что, допустим, у меня 3 цеха. Когда-то я посчитал, что если с одного цеха парень ходит каждый день, берет погрузчик 2 раза в день, а потом его опять отдает, я посчитал, что он... Много перемещения пустого. 8 дней в году. 8 дней в году. Он просто ходит. Поэтому я купил погрузчик в каждый цех. Точно так же мы пройдем в другой цех, где у нас клеят фасады кухням. Допустим, у нас фасадов кухни 84 цвета. Поэтому вся кромка находится возле кромочных станков. Потому что я посчитал, что за кромкой человек ходит в году 22 дня. 22 дня. Поэтому я считаю. Давайте здесь пройдем. У нас просто не хватает места для плиты. Здесь у меня находятся резервные станки, по сути дела. Я вам расскажу. Это которые не подключены, но стоят на всякий случай. Они подключены, они с вытяжками, они с программами, со всем. Понимаете? Сейчас просто не хватает складских помещений. Почему? Потому что раньше мы брали, допустим, фурнитуру с Польши. Сейчас фурнитура много идет с Китая. Поэтому мы... Ровер A. H. Это ровер H, который сам закругляет и приклеивает кромку без участия человека. Это который, ну, вы поняли, может ромашку вырезать и обклеить ромашку. То есть, который сам кромочку берет. А вот сколько он сегодня стоит, если в евро? Я не знаю. Вот этот станок стоит 180 тысяч евро. 180 тысяч евро. Да, он у меня работает через день по ночам. Мы на нем делаем, закругляем криволинейные элементы для эконом-класса, для кухонь, открытые полочки. И так же мы делаем с пассфорнинга дешевые столы обеденные. Но поскольку я сапер и человек военный, у меня стоит второй ровер H, который куплен два года назад за 220 тысяч евро. Совершенно нового поколения. Для того, что если у меня сломается тот, я всегда могу работать на другом. То есть, кто-то говорит, что это неправильно, но для меня легче так, когда у меня два станка. Насколько это удивительно, да? Вот понимаете, человек не идет на поводу этих общепринятых каких-то норм, да, вот этих общепроизводственных. И вообще для начинающих мебельщиков я скажу на ту ошибку, которую я, допустим, сам наступил. Я когда-то купил станок Бранд, допустим, да? И ну, как мы обычно покупаем станки? Ну вот его цена, 40 тысяч. Там говорят, можно эту взять опцию, можно эту взять. Мы всегда отказываемся. И потом я понял, что надо брать станки со всеми опциями. Нужны они вам, не нужны. Лучше изначально доплатить 10 тысяч евро, чем потом покупать опять станок за 50 тысяч евро. Понимаешь, Дмитрий? Да. Все раздвигается на двигателях. То есть, мы пишем программу, они сами. Все раздвигается. Сервоприводы. Да, сервоприводы, все. Ну, это стоит 1015 евро на таком станке. Но я ни одного не повредил. И инструменты, ничего у меня не встретилось ни с одной этой вот. Скажите, пожалуйста, понятно, что, да, вы говорите, что вы не повредили, но ведь работают люди, да? Как вообще вот с людьми? У меня нету текучести кадров, я плачу хорошую зарплату. Это достойно, потому что это мой первый тоже принцип. Я сам такой по себе человек немножко одиночка. То есть, я такой, мне легче жить. Вот я за городом, тихий сам. Поэтому для меня трудно общение с людьми, особенно с новыми людьми. Поэтому вот на этом станке работает человек, который, ну, по сути дела, у меня, наверное, с 2003 года. Все. То есть, ну, вы понимаете как, бригадир цеха, который пилит, который ездит на погрузчике, он работает у меня 15 лет. То есть, когда он пришел, он был для меня рядовым. Сейчас он, у него, грубо говоря, звание подполковник. И он уже, это каждый, это бригадир цеха, это как комбат. Вот первый раскроечный станок, который нам предложила фирма Биеса, вот мы купили. Он был приобретен в 2009 году. Он стоял в первом цеху, вот в котором мы были. Мы его сняли два года назад оттуда. Мы сделали ему капитальный ремонт. То есть, мы не продали его. Его можно продать за 300 тысяч долларов. Понимаете? Ну, к примеру. Но мы отремонтировали приблизительно на 10 тысяч долларов. Купили новую прижимную балку. Поменяли все пневмораспределители. Поставили австрийскую систему к нему вытяжки. Забили все программы того цеха. И если что-то случится с новым станком, мы всегда можем перейти сюда, напилить и сделать мебель за 48 часов. И мои клиенты не должны знать, какие у сапера проблемы. Это не их проблемы, это мои проблемы. Еще раз. Вы, получается, за всю свою мебельную карьеру не продали ни одного станка? Продал один другу своему в Гомеле. Понимаете, тенденция последних лет пошла к тому, что вот вы спрашиваете, в каком сегменте я работаю. Я стараюсь работать в эконом. Это цена дешевая. Но мы используем кромку 2 миллиметра для обклейки своих фасадов. На сегодняшний день уже мебельщики отходят от этой кромки. Но я остался на ней, я в другом цеху покажу. Допустим, я изобрел 3 года назад письменный стол. Казалось бы, письменный стол уже делают все. Но я решил, почему столешницу делать тонкую, когда можно сделать 28-й плиты. Кровать в эконом-классе я начал тоже делать с 28-й плиты. Вроде бы она чуть дороже, но она все равно в эконом-сегменте. Но царги с 28-й плиты, они могут висеть в воздухе, а не как 16-й должны стоять, опираться на землю. Понимаете? Поэтому у нас мебель, как мне сказал один директор фабрики, она уже среднего класса, но в эконом-сегменте. Это вот мы переходим на китайскую кромку, потому что в свете последних событий, надеяться на Европу и отношение к нам, европейцев, вы знаете само какое. А я человек русский, поэтому я съездил в Китай, и мне лучше я чувствую себя в отношении с китайцами, чем с европейцами, я вам честно скажу. Потому что они смотрят наши мультики «Маша и Медведь», а наши почему-то дети смотрят эти хаги-ваги и все эти вещи, которые для нас непонятны. Поэтому сейчас, ну, меня, может, наша молодежь в Республике Беларусь не поймет, но я отношусь к тому поколению, ну, я за своего деда, который получил два ордена красной звезды, которые Сталинград оборонял и все эти вещи. Поэтому я, когда смотрю ваши русские фильмы или там «День Победы», у меня льются слезы, и я даже сейчас могу заплакать, поэтому об этом лучше не надо, хорошо? Хорошо. Значит, соответственно, у нас свои машины, как я говорил, мы их сами потихонечку покупаем бушные машины, пескоструем, красим сами. А, красите сами? Да, сами красим. Вы сказали бушные? Да, это мы перекрасили полностью, вот, да, вот, все это, вот, да, это машине 17 лет, вот, рама вся полностью запискоструена, она разбиралась каждый год в мае месяце, когда происходит определенный спад, когда деревообрабатывающие заводы становятся на технические регламенты, мы тоже эту остановочку немножко используем для себя. Соответственно, у нас есть, как говорится, комната водителей, да, вот это бокс, здесь все, мы можем произвести определенный ремонт. Вы сказали, что за каждый цех, по сути, за каждым цехом закреплены люди, а здесь… Здесь есть старший водитель. Старший есть водитель, да. Да, старший водитель, все, который все вот это вот, поэтому, то есть видите, в армии, то есть у меня есть машина, но к ней должна быть каждая рессора куплена, и она должна быть лежать у меня, а не покупать ее в магазине. Потому что машина может сломаться в любой точке Белоруссии, чтобы я осуществил ее технический ремонт, у меня есть механик, который оформлен там на полставки, он выезжает в любую точку Белоруссии, чтобы осуществить ремонт. Или мы отправляем, у нас есть запасной водитель, вот, и мы его на тех машинах, которые запасные, он едет, мы перегружаем и едем дальше. То есть идет выполнение боевой задачи. То есть, по сути дела, чтобы вы понимали, я остался служить в армии. Только сейчас, да, да, это вот, да. Дима, я только что произнес, значит, это цех кухонь, будем говорить, мы идем в цех шкафов. Я не мешаю стулья с кроватями, вы понял. То есть, у меня кажется, это производит, да. Для своего изделия, кажется. Да, 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 да. Здесь мы поставили на поток шкаф-купе, у вас там есть, по-моему, фабрика шкафов, как-то называется, 1А или как там? Е1. Е1, вот, да. Ну, учитывая, что 10, ну, где-то 15 тысяч шкафов в год я делаю купе, для Беларуси я считаю, что это моя тоже маленькая Е1, но для Беларуси. Значит, у вас все под брендом сапер-мебель. Да, да, все. Значит, смотрите, соответственно, тут тоже свои раскроечные станки, свои кромочные станки. Но смысл заключается в чем? Вот, что пилить, допустим, начальнику цеха на завтра? Мы даем списки. Идемте. Слушайте, у вас это ящики, какие-то военные ящики? Из-под мил? Нет, нет, из-под противогазов. А, я... Индетально. Значит, смотрите, пишется, да, раскрой, они вот тут выбирают, но они не краят эти шкафы, у нас краятся полуфабрикаты. То есть, на стеллажах у нас лежат 11 цветов стоевых, 11 цветов дверей. И люди берут, какие надо сегодня. Двери, картофель. Это склад деталей, да, готовых, которые по необходимости... Да, 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 да. И поэтому мастер, он только смотрит, какие сегодня детали ушли, и он их просто пополняет. Все, больше ничего. Вы нарушаете все законы вот этих, знаете, 5G с производства. Ну, я к тому, что никаких запасов лишних не должно быть. Все должно вот прям, понимаете, тихо-тику. Я бы это неэффективно. Это все эффективно, но в другом. Соответственно, мы видели, что мы отсняли для раскроя, мы отсняли для поклейки. У него свои копии, он знает, что ему какую кромку поклеить. Удрайте. А вот мы пришли, вот этот станочек, который у нас самый первый был приобретен от Биесы. Вот ровер 96-97 год. То есть он уже с одного цеха перекочевал. Все. Он в рабочем состоянии, он работает каждый день. Делает закругленные элементы для шкафов и закругленные крышки для шкафов. То есть вот ему 17 лет. Дальше могу рассказать станок. Вот есть итальянские станки-скиперы, которые присаживают детали. Но у них есть один небольшой минус. Им надо в старых станках 2200 литров в минуту воздуха, а в новых 1700. Там детали двигаются в воздушной подушке. Да. А если нам надо присадить сахаля, где соответственно маленькие детали. Вот. Вот эти вот. Поэтому в Белоруссии, наверное, это второй станок. Но я самый первый его купил. Это станок, который может без особой подачи воздуха присаживать маленькие детали. А на сколько маленькие? То есть 50 там на 30. 50 на 30. Да. Либо одной рукой. Вот. Смысл заключается в чем? Зачем мне присаживать там, когда я могу вот тут без подачи воздуха это, ну, понимаете, присадить. Да. Все. И мы здесь станок вот чисто для присадки цикалей. Вот этот станок работает тоже в две смены кромочные. Клеит шкафы, а ночью бригада приходит, делает комоды. Вот посмотрите на работу человека, он, близко не подходите, он вложит деталь. Пока эта деталь грузится, он на ту деталь уже надевает сразу же профиль. То есть все вот это. Вот. Видите, он сразу сейчас начнет замазывает эти вот, которые у нас открытые, открытые элементы. Нам требуют, чтобы мы это все... Это клей ПВА, разбавленный краской, потому что приходят проверяющие органы в магазины, и они, клей ПВА, когда он прозрачный, они говорят, его там не видно, и выставляют штрафы. Поэтому потом приходили, спрашивали, а что оно сейчас коричневое? Я говорю, да что бы вы видели. Это вы сами придумали? Да. Расправлять краской, да? Да. Значит, смотрите, мы присадили шкафы-купе, и у нас ребята уже имеют эти же списки на упаковке. Вот. Эти шкафы тут видно, куда они поедут, допустим, какой-то одной фирме, второй, третий, четвертый, все. Соответственно, они уже начинают ДВП раскладывать, все. Двери раскладывать. Поскольку у нас выпускается по сертификатам, мы должны клеить этикеточки, видите, вот все. Соответственно, все готовится, штампики, все эти вещи, все уже готовится. Ребята пообедают, и начинают, те, которые клеили, те, которые присаживали, начинают упаковывать и грузить на поддоны. В 4 часа мы грузим мебель в машину, завтра в 9 утра она уже в любой точке Белоруссии. Но машину мы грузим пополам. Пол машины грузится в 9 часов вечера с заказными кухнями. Человек получает и кухни, и шкафы. Вот я говорил, эти элементы закругленные, которые наш ровер делает на том станке на первом нашем. Значит, шкафы у нас идут эконом-класса и эконом-плюс. Соответственно, здесь человечек собирает шкафы купе уже синатра. То есть это двери купе. Использую я 16-ю плиту для синаторов. Мне такое предприятие, у вас в Курске есть, Реал Про. Вот оно делает для меня профиля под 16-ю плиту. То есть мне не надо не фрезеровать, не держать склад 10-миллиметровой плиты. Какие-то маленькие размеры, да? Да, да, это для стекла, для всего. Вот стоит небольшой турецкий станочек, который мы берем и сразу же пачками режем. Все, пачками режем. И вот наши отходы по алюминию все. Которые мы, опять же, обязаны в Беларуси сдавать государству. Государству? Цветной металл только государству. Это бесплатно для предпринимателей? Нет, но это копейки. Ну это задеяние. Да. Соответственно, в шкафы-купе мы вставляем локобели. Вот у нас склад здесь небольших стеклышек локобелей находится. А стекла вы заказываете у подрядчика? Да, да, подрядчика у нас здесь в Бобруйске даже находится предприятие, либо в Минске. Ну тоже, понимаете, у меня всех подрядчиков, или у которых я беру фурнитуру, два. Ну, как на войне. Вдруг одного убили, надо у второго взять что-нибудь. Поэтому я беру потихонечку у одного, потихонечку у другого. Но никому не должен денег. Все. Здесь, соответственно... Вы говорите, что всего должно быть по два. Я уверен, что такого, как вы, второго точно нет. Поэтому вас надо беречь. Соответственно, видите, тут заложено картоном, но, опять же, запасной станок стоит. Там станок, которому мы пять лет не притрагивались тоже. Он запасной для нашего Ровера С. Все. Видите, вот. Да, он пыльный, он пять лет стоит, на нем не работает. Видите? Но он запасной. А тут включили резервный скипер новый, чтобы немножко успевать. То есть, там вы видели скипер 12-го года, а это уже скипер более современный. Красавица. Хорошо. Значит, чистоту мы поддержим с помощью австрийских вытяжек. Я подошу. Вот. Вытяжка подключается приблизительно на три станка. Идеально на два. Но поскольку станки у нас либо работают, либо нет, вот эта вытяжка подключена на три станка. Станок работает, а у нас в электронном виде открывается жалюзи. Видите, для станка. Да. Все. Станок остановился, она закрылась. Андрей, включи станочек. Мы сейчас посмотрим. Автоматически? Вот смотри, мы ее сюда встаньте, вы сейчас увидите. Нет, 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 то есть кнопочку отдельную не надо. Не надо ничего. Оно запараллельно, вообще вытяжка выключена сейчас. Да. Вот он сейчас закончит работу, он включит, она сама запустится, она сама откроет, нужно этому все вещи, все. Это без участия. То есть человек ушел наперекур, станок остановился, через 15 секунд вытяжка закрывается и выключается. Да. Все. Все, пошло на этот станок. Включится тот, откроется на этот станок. Все. Каждый день, идем, тебе покажу, там убираются мешки с пыли уже, соответственно. Вот. Все, там мешочек, который убирается. Вытяжки есть, глушитель. Сверху глушитель, чтобы сильно было шума. И автоматический огнетушитель. Автоматический огнетушитель? Да, внутри стоит. А принцип действия глушителя в чем заключается? Децибелы. Просто вот сверху стоит меньше. Гасится. Да, гасится вот это все эти вещи. Удивительно. Пошлите дальше. Илюша, а у тебя есть ключи от склада? Кристина, как тебе сапер-мебель? Ну, вы говорите о том, что там стоят машины и водители. Тут вот это, у каждого на стоянке свое место. Не дай бог кто-то поставил не туда, будет ставить за забором. А скажите, у вас планерки проходят? Нету планерок. Нету планерок. Есть директор, который он просто может войти в цех, я вам так скажу. Я могу раз поднять бумажку, два поднять бумажку. А на третий раз я могу остановить производство. И тогда будет, ну, беда. Было такое? Бывает. А еще, я вам понимать или нет, это жизнь. Допустим, вот в 13-м году у меня был такой тезис этого года был. Чтобы делать дешевую мебель, надо покупать хорошее оборудование. Поэтому мы начали очень много покупать станков с Биеса. В 14-м году у нас был год бардака. То есть мы боролись с этим беспорядком. Мы знаем, сколько у нас углов на предприятиях. Вот есть у меня начальник охраны, это бывший военком, полковник. Вот мы иногда вечером, у него черный блокнот, мы идем по определенным цехам и начинаем смотреть, где что у нас лежит. Мы раз посмотрели, два. А на третий раз оно начинает летать по цеху. Но бывает так, если в комнате водителя, где мы заходили, беспорядок. Только как в армии, знаете, когда все со шкафов или там в казарме, вот так перебивают. Вот у нас такой есть. Кому не нравится, пожалуйста. Вон там шинный завод, пускай идут, работают. Но ребята быстро понимают, в чем смысл. Значит, у меня принцип работы такой с ребятами. Значит, смотрите, подбор коллектива я не произвожу. То есть там родственников, знакомых. Если кого-то надо взять в цех, ребята сами должны подобрать. Им работать надо. Пускай этот человек без мебельного образования, но лишь бы он был человеком и лишь бы он мог с ними работать. Понимаете, все. То есть ребята подбирают себе коллегу? Да, не я. Но поскольку я работаю в деревне, у нас работает очень много с деревней. То есть вот, допустим, у меня три уборщица, вот они все с деревни. Допустим, у меня каждую ночью два сторожа, которые сидят там на системе пожаротушения, там образно на видеокамерах, потому что здесь, видите, больше ста видеокамер, но это все находится. Хотя ночью работают. Я же говорил, что ночью, ребята, три человека смена работают. Понимаете или нет? Все. Соответственно, за каждым человеком запределена зимой определенная лопата. Если это цех номер три, у него стоит черенок лопаты, на нем три синие полосочки. Ну, если второй цех, у него две синие полосочки. И не дай бог я увижу, что лопат нет, или лопата там, или там. Вот это беда, понимаете? То есть надо начинать с мелочей. Если мы не сделаем мелочи, то не будет качественного мебели. Сейчас я попросил нам откроть склад. Я покажу склад плиты сырья, где мы закупаем, все складываем. У нас получается, корпусную мебель мы выпускаем 11 цветов. То есть у нас 11 цветов каркасов и 11 цветов фасадов. В итоге 11 на 11, 121 вариация мебели корпусной. Соответственно, шаг был сделан. Раньше все вот, ну, в таком формате, маленькие фабрики, они работают от 5 до 6. Я немножко увеличил количество цветов. И, понимаете, 6 на 6, 36, 11 на 11, уже 121. Илюш, открой это. Это мой сын Илья, он мне помогает. Мой зам. Открывай, да. Вот, можешь первый, второй. Просто двери открой. Это ящики, знаете, для чего стоят? Сюда мы зимой сыпем соль с песком, чтобы погрузчики не буксовали. Возле каждых ворот стоит ящик. Вот. Здесь убирается раз в три дня, убирает уборщица. Поэтому, если чистота на улице, соответственно, будет чистота в этих. Сюда ездят три человека, которые берут вот это все. То есть, стараемся, чтобы был порядок. Все. Берем плиту. Это вот Ивацевичский завод у нас. Дают плиту мне всегда, в любом количестве. Притом, чтобы мебельщики знали, допустим, взять 28-ю плиту. Ну, в любом декоре мне надо всего лишь одну пачку заказать. То есть, не надо, вот так знаете, как в некоторых заводах надо, 5-6 пачек, допустим, вот это все. Можете одну и вам, соответственно, выделили. Ну, а берут они, допустим, на квартал знают мои потребности, сколько мне надо заказывать, под меня пленки всех вещей. Вот. Используем мы 16-ку, как и в России, вот, в эконом-пласте. Потому что под заказ мебель в Беларуси используют 18-ку. Но на вот этой разнице, вот этих центов, на вот китайской кромочке, на вот этом потоке и на электричестве, значит, с помощью итальянских станков и вообще импортного оборудования, я понял, сколько можно затрат положить или сэкономить потребление электроэнергии. У меня потребление электроэнергии составляет 0,8 от себестоимости продукции. Менее 1% я трачу электричество, чтобы произвести мебель. Отопление даже вот в этом складе поддерживается температура, как положено, там до 6 градусов, то есть электронный котел, вот это все раздувается, теплый воздух, чтобы была вот эта вот влажность определенная, все вот эти вещи. Здесь висят вулканы, видимо, да, где-то? Да, вот за этим вулкан висит. А это, чтобы на своем месте была, да. Все как в армии, потому что в каждом помещении своя должна метелка быть. Все опечатано, видите, все пожарное, все. Пожарники, мы находимся в деревне, у нас проблема с системой пожаротушения, поэтому у меня свои подземные хранилища воды, свои гидранты, своя пожарная насосная станция. Запитано предприятие, мы модернизировали электросети на 100 тысяч долларов, у нас бесперебойное питание двух высоковольтных линий, то есть у нас никогда не имеет права не отключить ничего от электричества. И плюс у нас дизельный генератор на 100 киловатт, который позволяет, если даже отключится, это вот, система пожаротушения работает, открываются все ворота, работает офис и свет во всех помещениях. Как вы это делаете? У меня даже, если честно, мне спросить-то нечего, вы просто за пределами моего, не то что опыта, моего воображения. Ну, мы порядок не наводили, вы говорите, вот оно, как есть, все. Видите, шишки валяются, это бардак, да. Даже шишки мы собираем их 6 мешков с этой сосны и целый день ими топимся. Давайте, чтобы не открывать, можем пройти сюда. Просто сейчас не сильно темно, поэтому автоматически не включается эта система, то есть, ну, освещение автоматическое. Ну, вот вверху, вот это вулкан, вон, обогрев подается, воздух, если надо. Соответственно, мы работаем с такой фабрикой в России, как Кастамона. Мы берем, вот, продукцию. Я приехал в Москву, рассказал свою историю сапера, на что хозяин турок там сказал, говорит, ну, как Макдональдс, давайте ему дадим плиты, а то он нас взорвет. Поэтому я есть представитель Кастамона на всю Белоруссию, а я единственный, кто производитель берет, но я не имею права никому продавать. Скажите, а вы вот сталкиваетесь с таким, вот, например, вы сказали, приехали в Москву, да, рассказали свою, вот, к примеру, историю. Вообще, насколько люди сразу вот верят в то, что вы рассказываете? Потому что пока это не увидишь, мне кажется, большинство просто не поверит. И я вам скажу так, я не могу рассказать, куда я езжу, но кто хочет мою мебель купить, вот, то есть, я никогда не приезжал в магазины и не предлагал свою, ну, были единственные случаи. Наоборот, к вам приходят и приходят. Да, как сарафанное радио, все. Соответственно, звонит человек с Борисова, это город белорусский, хочу у вас покупать мебель. Я говорю, ну, приезжайте, посмотрите мое производство, как мы работаем, что мы не делаем в гараже, что у нас станки. Это мы объясним, как с нами работать. Они говорят, да что там это объяснять в ту мебель? Все. Больше этот человек никогда в жизни мою мебель вообще не увидит и никогда ей не дам. А когда человек приедет ко мне, когда я его покажу, что надо к этому относиться с любовью, что как она делается, он смотрит, он... У него просто выбора не останется. Да, понимаете ли, поэтому вот отсюда и происходит такое, где-то узнают и вот эти вот все вещи. Все. То есть, это надо пощупать, потрогать. У вас продажа осуществляется один раз. Вот просто когда, если вы к вам приезжаете, да, вы гениальный продажник, я вам хочу сказать. Хоть вы продажами по сути не занимаетесь в классическом представлении, но я понимаю, что если к вам приезжает ваш потенциальный клиент, то у него просто не остается выбора, где покупать больше. Он просто не сможет больше ни у кого покупать. Ну, мне кажется так. Ну, где-то стараемся мы... Ну, значит, у нас что произошло? С 2014 года, когда вот немножко эти обстоятельства у нас поменялись из-за Украины, это все, значит, я перестал делать много шкафов. Я их делал даже на Санкт-Петербург, там, в Орел, все. Мы делали одни шкафы. С 2014 года мы начали делать кухни. И с 2014 года у нас появилась такая тенденция, что мы перестали расширять ассортимент наших клиентов. То есть я взял опыт небольшой из Советского Союза. Я создал определенный дефицит. То есть есть городок, Мозырь, допустим, в нем 2-3 магазина. Хочет четвертый клиент с этого городка. У него деньги, все. Я хочу торговать мебелью. Я говорю, а я не хочу, чтобы моя мебель стояла на каждом углу. То есть у нас такая плановая экономика. Да, когда человек идет, и он видит это на каждом углу, он это, а, я куплю потом. А когда он это редко видит, и это надо искать. Ну, это менталитет нашего народа. Вот оно в дефиците, это надо. Надо взять. Да. И следующее, как я начал делать кухню. Рассказать вам историю, просто небольшую. Значит, я начал использовать, можно сказать, менталитет женщин. Значит, в чем он заключается? Допустим, есть у нас какие-то дорогие фасады, кухни с определенными фасадами дорогими. Есть в городе Минске или в больших городах Белоруссии магазины, которые продают под заказ кухни это все. Приходит женщина, покупает кухню за 2000 долларов. И, соответственно, она устанавливает и подходит к кому? К соседке. Говорит, вот я сегодня, даже преувеличивает, купила не за 2000, а за 2500 долларов. Кухню, смотрите, у меня все есть. Вот она такая, перламутровая, с пуговичками, все. Ну, соответственно, бедная женщина, она, ну, понимаешь, что муж у нее употребляет, это все, это трудно. Она приходит в магазин сапер мебель, а я покупаю вот эти дорогие фасады и делаю эти кухни в эконом-классе. Она с помощью модулей покупает эту такую же кухню, как у соседки, но приблизительно не за 2000 долларов, а за 1200 долларов. Потом приходит соседке и говорит, что не за 2500, а купила за 700, и тем самым убивает эту соседку на повал. Вот, я начал это использовать, поэтому все дорогие декоры, которые делаются под заказ, мы сейчас зайдем, я их поставил на поток. И дальше еще, понимаете или нет, еще, но это с точки военной зрения. Когда я начал заниматься, я свою мебель повез вот именно в маленькие городки, куда я ездил на разминирование. То есть это городки с населением 30-40 тысяч, я занял по Беларуси. То есть это сельская местность, маленькие городки, где выращивают клубнику, где собирают ягоды, грибы, которые везут в Москву. Ну, понимаете, где есть определенный заработок людей. И когда, в Минске я не поехал, когда минчане, минские предприятия, там развернулись все, они решили расширить свой бизнес и попасть на периферию. А на периферии что случилось? А там окопался сапер. Он уже там был, понимаете. Поэтому я там уже построил свою оборону. И в этих маленьких городках, где нету мебели под заказ, там с модулей, кухонь, с определенной линейки шкафов купе, кратно там, 5-10 сантиметров, определенных высот, определенных напоров дверей, лакобелей, всех вещей, ребята собирают заказную мебель. Где-то что-то допиливают, ну, это для них как полуфабрикаты. Плюс в маленьких городках возможность купить помещение, иметь там уже свой магазинчик. То есть папа, мама сидят в магазине, сын ездит на доставку, на сборку кухни. Вот списочки, которые вчера вывелись. То есть вот надо вот эти каркасы в белом цвете, модули. Там еще вот там нижние ящики. Вот столько в день не надо направляющих. Вот. Направляющие Шарикова. Брендированный сапер мебель. На них даже выдавлена сапер мебель, поэтому они имеют пожизненную гарантию. Я так понимаю, направляшки у вас тоже где-то в складе в каком-то невероятном количестве хранятся, да? Ну, сейчас фирма под нас привозит, с Китая это все. Но два раза в неделю доставка мне идет. Соответственно, видите, у них уже для упаковки, вот три часа придут. Ребята там клеят фасады, столешницы. И подносят, вот видите, все. У них уже разложено вот списки. Вот то, что у нас вывелось вчера, когда мы отдали в две часов. Но в двенадцать уже вывелись такие листочки. Видите, все. Видите, все. Дата выпуска, ГОСТ, стандарт, каждого ящика, все. Да. А это различные фасады. Они обклеены различным цветом. Тут могут быть и пластики, какие-то айскримы. Фасады просто ДСП. Вот, допустим, что сделал сапер. Сапер сделал дешевую плиту в эконом-классе. Обклеил двухмиллиметровой кромочкой, которая сейчас отказывается. Отказывается почему? Она раунды на два миллиметра и все закругляет. Да. А вот посмотрите, когда все лежит тысячами штук и приблизительно должно быть в одном качестве. Я не говорю, что оно идеально, но оно определенно имеет стабильное качество. Понимаете? Да. Соответственно, все наколочки под петли, под ручки у нас все присажено. Все. Это мы говорим про эконом-класс. Дальше у нас идут фасады Эггер. Соответственно, чтобы они красивее смотрелись, мы их обклеиваем миллиметровой кромочкой уже. Все. Соответственно, у меня вот они, смотрите, вот это айскрим или Эггер, вот миллиметровая кромочка, соответственно. Соответственно, если для дешевых и для потока кухонь мы режем поддонами по 5 листов, обклеиваем, ставим бобину, чтобы клеили, потому что если обклеивать одну деталь, уменьшается производительность клея, это станка в 6 раз. Если вот так деталь просто одну запускать, одну кромку ставить. Если, соответственно, полетник пилит по 5 листов, это 100%, 2 листа значит только 40%. Поэтому я бью по рукам, когда пилят там не по 5 листов. Понимаете? Все. Это все вот эти моменты, которые должны быть. Все. Соответственно, вот тут две девушки, они собирают всю фурнитуру для кухонь, все свечи, у них тоже все. Поэтому, вот, видите, в таких упаковках идет сапер, все. Акс Бай, фирма Акс, это фирма, которая мне привозит. Наши петельки нету, с нашей надписью у тебя, Лена, далеко. Найди. В петельке гравировка стоит сапер, соответственно, петля имеет пожизненную гарантию. Петля с доводчиком. По умолчанию, в кухне все идут с доводчиком. Еще отличительная черта. Я просто в детстве помню, что все время дома двери с шурупы, с плиты ДСП вылетали, поэтому я требую, чтобы для моих петель была плашка с четырьмя отверстиями. И вы их физически закручиваетесь с четырьмя. Ну, это человек должен. Чик-чик и на четыре. Тогда будет и дверь держится, все. То есть, вроде бы экономия должна быть, но это наоборот. Но это дает качество. Правильно, нет? А, соответственно, и экономия. Не придется через год покупать новую кухню. Да, да, да. Возьми, лепух. Все, четыре вида ручек мы сейчас изменили. То есть, смотря какая кухня надо, мы ложим определенные ручки. Черные, серебристые или какие. Смотрите, какая ситуация. Вроде бы сушка, да? Мы работаем в эконом-классе. Но скажите, намного приятнее, если человеку в маленьком городке с населением 20 тысяч или в деревню привезут кухню, в которой будет упакована таксушка. Скажите, экономить на этом или нет? Понимаете, когда все внутри, все лежит. Вот у нас идет Виктория, моя невестка, она начальник производства. Она взяла кухню, да? Которую вот полдвенадцатого. Покажи, покажи кухоньки вот ребятам. Вот, допустим, это основополоска. Видите, все написано, какие надо сделать фасады, какие столешницы, какие все размеры. Итак, вот это вот один город. У человека, соответственно, на этот город 130 кухонных пакетов. Вот, видите, даже один пакет, это одна кухня. Все заставляется, нумерация все полностью. Бывает кухня, вот два пакетика только надо. А бываете большие? Видите, 13 пакетов. Да. Все. Все. То есть, сегодня уже будут выводиться вот такие листочки и на завтра будет все. Завтра вот эти кухни уже будут вот так лежать, потому что послезавтра в 9 часов они в любой точке Беларуси выгружаются в магазин. Вот они лежат. Все. И я требую, чтобы я вот, видите, я иду. Опа. Нормально. На что-то споткнулся. Все. Беда. Правильно, Серега? Правильно. Очень часто, знаете, ребята задают вопрос, опять же, в комментариях. Как вот герои, да, фильмов могут быть настолько открытыми? Ведь это же там может быть какие-то фишки, технологии, которые могут конкуренты подсмотреть и прочее. Вообще нет ни фишек, ни технологий, вообще ничего. Все просто, да? Да, потому что я сегодня делаю мебель так, справа налево, а потом мне спрашивают, как делал сапер? Скажите, что я начал делать мебель наоборот, слева направо. А еще у меня одна фишка. Я всегда учусь делать мебель. Я не умею делать мебель. Я учусь ее делать. И так в отношении во всем, я считаю, должно быть. Вот мы подошли сюда. Значит, что мы сделали? Мы два года назад приобрели раскроечный станок, еще один. У нас здесь было просто, лежали фасады кухонь. Мы приобрели от Каимпекса станок раскроечный. Он выполняет роль резервного станка, если у нас сломается. И мы поставили, ну, дешевый кромочный станок. На нем мы клеим только одну деталь, только по сформинге кухонь. Потому что раньше нам надо было их попилить и в тот цех ввести вот эти все пачки столешник. Понимаете ли это? Все. Поэтому этот станок работает только два часа и клеит только один вид кромки. Вот его состояние, он работает третий год. Можете обойти, посмотреть. Чистота, порядок. Вот, ну, просто те станки мы смотрели, они на потоке все-таки лет восемь. Вот два года станочку, все. На Новый год мы несколько дней не отдыхаем, мы по два-три человека выходим на работу и просто сверху вниз чистим цеха пылесосами всем. То есть стены, балки, все. Да, поэтому они будут всегда в таком состоянии, в состоянии нового. А подскажите, пожалуйста, я не знаю, насколько корректен такой вопрос, и насколько вообще вы знаете на него ответ. Вы, вот общая стоимость оборудования, которая здесь у вас есть, не считая того, что... Я просто говорю, что в пределах, наверное, трех с половиной миллиона евро я тут купил УБИЕС из станков. Только УБИЕС. Так. И смотрим на КАИМП их сразу, да? Смотрим на КАИМП. Ну, а что? Значит, ну, смотрите, вот цех. Тут вроде бы мы краим вот эти фасады уже пластиковые какие-то, вот все. Более дорогие вот на уже другие кухни. Да. Вот, видишь, вот вся программа, вот у них выписано, вот все. Вот все, это на сегодня, это кухня. Ну, не скажешь, что тут полтысячи пакетов, правильно? Ну, да. Все. Все, вот он тихонечко кроит, подписывает, где какие цикаля, где какие-то вот все вещи. И, соответственно, здесь стоят кромочные станки. Мы подходим к другому моменту. Тоже статика импакса. Станки все программным управлением. Все мы их можем управлять. Один станок может клеить миллиметровую кромку, этот станок может миллиметровую. Это два миллиметра, этот два. Переход на программу осуществляется. То есть, клеится кромка два миллиметра. Мы нажимаем на кнопку, станок не остановился, но уже может клеить единичку. Так вот, смотрите, что происходит. Мы на этом станке клеим единицу, на этом клеим двушку. Тогда вопрос, для чего у нас третий станок? Третий станок для того, если какой-то из этих станков сломается, мы опять же начинаем клеить. А такое бывает, чтобы они ломались, нет? Ну, понимаете, кромочные станки это самые сложные, потому что если у нас раскроет штанок, там пила, то у нас здесь пила есть, которая торцовая, но у нее много других. Много узлов. У нее, будем говорить, грубо говоря, 8 узлов, значит шанс поломаться в 8 раз больше. Да. Понимаете? Так вот, как я говорил, из системы для одного раскроя две кромочные линии, третья запасная. Дальше, скиперы. Для чего мне в этом цеху нужны скиперы? В этом цеху они только присаживают фасады, то есть только делают под петли и сверление под ручки. Соответственно, чтобы не возить детали в другой цех, если вдруг что-то произойдет, у нас два скипера. Все, видите? И вот мы здесь подходим, вот, мы недавно пошли на фасады Сеггера, вот, это с Гагарина плита, вот видите, она обклеена кромочкой миллиметровой, но эта продажа у нас, Эггер, кухни продаются по цене самые дешевые. То есть я сделал фишку, я немножко поломал рынок в Беларуси с Эггером, мы продаем кухни по цене Ивасовичской плиты. Цена с конкурентами отличается на 30%, поэтому мы не успеваем делать кухню. И как бы вам сказать, знаете, на чем зарабатываю? Я зарабатываю на раскрое плиты, на оклейке присадки. На фурнитуре и на дорогих материалах я их в себестоимость не вкладываю. Я вначале заработал прибыль, а потом положил фурнитуру. А некоторые что? Положили все кучу и наценили 30%. То есть я чем больше попилил, тем больше присадил, тем больше я заработал и тем меньше дал своим конкурентам заработка. Мне денег хватает, а людям нечего платить за опилки в долларах. Я противник цен в долларах. Люди у нас белорусские, бедные, поэтому им нужна дешевая мебель. И качественная. Соответственно, да. Значит, я смотрел ваши ролики, там показывают, что обклеиваем мы там каркасы на эваклей, фасады мы клеим на пурклей. Я это прошел. У нас на всех станках были для, нам Каимпакс поставил, ванночки для пурклея. Но я прошел этот этап, понимаете. Пурклей, он иногда заедает, его там надо хранение, все. А когда это делаешь на потоке, и вдруг вот этот клей пур, баллон кончился, тюбики эти вот все, или с утра не та влажность, суху, все. Нету вот этого вот одного стабильного качества. Поэтому я использую английский клей. Кстати, мне его разрешили использовать Каимпакс, потому что на выставке стоял мой кромочный станок, допустим, вот этот. Фирма, которая продает английский клей. Итальянцы позволили испытывать этот клей прямо. Вот я взял и использую этот клей уже 10 лет. Все. Я использую, он дорогой клей, то есть основа его средняя между пурклеем и Ева, то есть вот этим клеем. Он дорогой. Но по качеству он получается очень стабильный. Он у меня двух цветов, либо белый, либо он такой вот. Все. То есть на клею я, можно сказать, не экономлю. Я даже весь каркас клею на дорогой клей. Так, мы подошли к тому моменту, когда, видите, вот я говорил, что мы кромку разместили, 84 вида кромки, которые наклеить возле станков. Потому что когда ходить на склад, брать бухту, все, я посчитал, человек или там два человека 22 дня в году просто ходят. Поэтому мы сделали стеллажи и все. Ну и, соответственно, я занимаюсь заказом кромки, лично я. Поэтому я обхожу и вижу, какую кромку необходимо мне купить и все это, ну, чтобы использовать. А вот видите, здесь обратить, потому что, ну, оно не видно, мы эту мебель делаем по ночам, мы просто, я не показал. Вот кромочка 32 на 2, то есть этой кромочкой мы обклеиваем 28 столешницы и кровать, и вот все. То есть вот этот вот средний сегмент, когда мебель сделана у нас более качественной, другой, у него провалов, как вот в эконом-классе провал у нас есть обычно март, апрель, май, вот это, а потом у нас раскручивается. То вот такой мебели чуть подороже, у нее провала нет, она идет круглый год. Равномерно. Да, вот это все. Это, это, это мое личное, потому что у меня нет экономического образования, у меня дипломная работа была, подрыв железнодорожного моста, 4 варианта, понимаете, поэтому, ну. Вы практик, вы на практике все изучаете? Да, да, все, чисто практика. И все ошибки, это мои, это мои расходы, поэтому, когда я спрашиваю, были ли такое, вы знаете что, я в жизни не считаю, сколько потратил денег, потому что если считать, сколько ты потратил денег, у тебя будет болеть голова. Поэтому я не считал, сколько потратил на здание, сколько их построил. Я вам только скажу, то, что вы обошли, видели, это построено ровно за 11 лет. Вот эта вся фабрика построилась за 11 лет. То есть, каждые 2 года строилось здание. Да, мы в сельской местности немножко ограничены, что у нас вот эта система пожаротушения, все, мы можем делать вот такие, видите, капсулы по 500 квадратных метров. Мы прошли, потому что у нас отсюда, если посмотреть. Мы имеем в виду, что должна быть стена обязательно. Да, должна быть стена и плюс там автоматическая система закрывания дверей. То есть, понимаете, да, мне много чего хотелось. Мне может бы хотелось огромное помещение себя, но я не могу, но я рад этому, понимаете. Поэтому вот видите, такие специальные двухпружинные клапаны, которые от всего этого, вот, они, вот это помогли мне осуществить вот это вот все. Самая яркая ошибка, которую вы совершили, да, вот за всю свою мебельную карьеру, может быть, их было несколько. Ну, я купил однажды вакуумный станок, думал делать эти фасады, которые вырезаются на ровере и потом пленочные фасады. В общем, этот станок простоял и покрасоченная камера, чтобы наносить этот клей тоже к нему, я их продал через 10 лет, даже не распаковывавши его. И еще, благодаря роверам Эдж у меня был куплен до этого за 10 тысяч евро ручной кромочный станок с ручной обрабатывающим. Я его так и не распаковал, потому что боялся вот этого качества научиться, все. В итоге я их продал, а купил ровер Эдж. Все на ровере? Да, 10 тысяч долларов даже не распаковал, разбогател, купил за 200 тысяч. Да. Потому что качество без робота, ну, ты не сделаешь, ручной на потоке. Да. Все, вот видишь, у меня здесь, Дмитрий, лежат сколько, да, это все двоечки, нижние элементы, все, оно тоже должно быть все обклеено, видишь? Это мы говорим про эконом-класс. Да, я понял. Да, все. Знаешь. А общая площадь вот именно помещений, если мы не считаем прилегающей территории? Так, ну, 4 гектара земли и 4 тысячи квадратных метров, с половиной, 4 тысячи с половиной. 4,5. Да, у нас еще остался гектар земли, там будут строить 2,5 тысячи логистический склад, потому что, ну, у нас просят делать определенные комоды, определенные там кровати, все, но, понимаете, можно сделать одну кровать, можно сделать один комод, но он будет дорог. А когда ты ложишь пачку плиты, когда ты кроишь, когда ты клеишь все потоком, то есть, допустим, комодов у нас с раскроя выходит 12 штук, понимаете, нет? Все, поэтому тут все-таки надо строить склад, чтобы иметь дешевую цену, надо резать пачками, все. Скажите, а вот это вот, такой домик чудесный, это что? А это мой дом, я здесь живу, поэтому, поскольку здесь моя душа, вот, тенденция прошлого года, я решил посадить 157 голубых елей и сосен, и вообще у меня сейчас тут, я посадил 157, а всего у меня, мы еще пройдем 60 видов растений. Не, не, нет, все. Не за венера? Да, сейчас тут это, кувшинки всходят, здесь будут три вида красивых лилий, но потому что я стал любить природу после того, как взрывало, все вредил. То есть, сегодня вы созидаете, а не взрываете, да? Да, еще увлекаюсь аквариумистикой, вот здесь строим себе, кстати, у меня нету кабинета до сих пор, у меня вообще нету кабинета, у меня есть, в общем, там офисе, мы можем потом зайти, снять, сам бардак, у меня маленький стол, метр такой, вот, все, я в самом углу сижу. А вы этот стол сами произвели на своей фабрике или купили? Все сами, да, и мы сейчас вот зайдем на офис, мы строим, здесь, вот, видите, местное население, наши девчата, уборщицы, вот, товарищ полковник, бывший военком, который вот с блокнотом ходит, да, всех на запись. Это с черным, которым? Да, 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 поэтому здесь уже вот санузлы для девчат, это все. Здесь будет общий кабинет, здесь и я буду сидеть, все, вот, а я увлекаюсь вот чем. Ух ты, это уже второй такой невероятный размеров аквариум, побольше, да, чем у Антона? Мы были в Санкт-Петербурге, там тоже Мебич, Антон, он сделал у себя аквариум, там, черепаха какая-то краснокнижная. Нет, это называется Акваскейп, растительность. Это растительность, она вся живая, этому аквариуму приблизительно 5 недель, светильник, ну, весь этот проект составляет 15 тысяч долларов, чтобы понимали, это не дешевая продукция, соответственно, здесь система фильтрации происходит, всех вещей, тут это такая вещь, тут 5 видов удобрений надо лить, это все. Поэтому, скажите, а вы в каком, получается, возрасте начали мебелью заниматься? В 97 году, это получается, 26 лет. В 26 лет? В 26 лет я получил квартиру, я начал думать, чем ее обставить. Да. Да. Кристина, смотри, ручки на нашем комоде, на нашем комоде так же. Нет, но еще ручки просто в общем это вот это, то есть мы тумбочку сами делали, это все вот это вот, стеллажи вот тоже все это все сами делаем, тут вот сейчас на такой стадии. Поэтому здесь, сейчас рыбок еще нет, но они будут тут кое-какие маленькие, есть креветки, вот если их снять, смотрите, красненькие. Вот. Ведь, чтобы понять директора мебельной фабрики, надо вот это увидеть, понимаете? Ну. Вот здесь будет работать 4 человека, у меня в бухгалтерии, мой сын 5, может я 6 буду, то есть у каждого человека, видите, мы сделали, чтобы управление кондиционерами были, вот тут все компьютеры, все. У одной девушки 2 шкафчика тут это все, вот им кожаное кресло купили, все это. Здесь я сделал, поскольку у нас, ну государство такое, и мы работаем по сертификатам, все по безналу, у нас очень много бумаг, поэтому вот это архивную сделали. Нам надо будет, да, вот это все стеллажи для хранения. И вот это, вы думаете, электричество? Нет, это вот то, что мы елочке подходим, у меня автоматическая система полива, она с земли вылазит, все поливается, и если видят синоптики шуточки, она не поливает, то есть это все тут с вайфаями связано все. Для девчат, понимаете, нет, я люблю женщин, так, вообще, уважаю женщин, все, ну, потому что вы детей воспитываете, все, поэтому покупать им цветы, я решил, пускай будет озеро, и в нем будут лилии, и постоянно будут цветы, и вокруг будет природа. А еще второе, есть главный бухгалтер, который 15 лет со мной работает, и другие девчата, вот им уже там, вот у меня 4 девчонки, им по 40 лет, и всю жизнь они отработают у меня, ну, надо, чтобы они как-то хоть, ну, правильно, пускай у них будет там своя кухонька, столовая, правильно, пускай, ну, мы должны заботиться о людях, вы согласны или нет? Да, здесь мой кабинет, у вас теперь будет свой кабинет, будете ли вы в нем находиться, вот вопрос. А я сделал так, что я буду находиться, знаете почему? Аквариум. Потому что вот здесь будет один аквариум, вот такой вот, и с офиса я перенесу второй аквариум, здесь будет угловой диван и журнальный столик. Класс. И если что, в окно я могу сбежать домой. Домой. Опа, и я дома. 50 метров, и я дома. Класс. И вы знаете, как прекрасно жить, и смотреть, когда распускаются шишечки, мотыльки всякие, все, мы должны любить, не полюбим мы природу, не нужны нам эти деньги, и не нужна эта мебель, согласны ли вы? Да. Ну что, пошлите еще сходим на берег реки, потому, поскольку я живу на берегу реки, а деревня Щатково, это заключительный этап операции Бобруйский котел. Здесь было, погибло и было окружено 100 тысяч немцев. 100 тысяч немцев? Да, Бобруйском котле. Пошлите уже так, пройдемся, а потом. Прям по газону? Ничего страшного. Я хочу создать такой, чтобы как лес был, знаете, вот все. Чтобы можно было гулять. Тут ложики бегают, да. Ужи ползают, ну что делать? Да. Ну потому что речка рядом. Так, Кристина, аккуратно. Сказать, вот так начертить какую-то кровать, комод? Нет. Это должно быть состояние. Вот. Мы здесь переходим, и фабрики уже практически не слышим. И стоило жить жизнь, стоило разминировать, стоило творить вот это все, чтобы оказаться здесь. Понимаете? Здесь у меня 60 видов растений. Им только год, я за ними ухаживаю, тут и женщина приезжает, ухаживает. Поэтому я хочу свой ботанический сад. Я не хочу теперь ездить ни в Египте, ни в Турцию, я хочу сделать тоже свои озера, свои ботанические. Если надо, я куполом накрою определенную территорию, у меня будут свои пальмы расти. Вот. Где вы еще увидите вот это? В Турции или Египте или где? Вот. Вот мы русские. То, что мы, вот где наша душа, ребята. Вот то, что дает что-то делать, покупать и творить. Здесь не деньги, а вот вдохновление вот этой природы и всем, и отсюда все желания, и все. Чем-то надо подпитываться. Вот я подпитываюсь вот этим птицами, воздухом и всеми вещами. У меня парень работает, а у него жена. Она мне, ну, сотворила определенные шедевры, я думаю. Просто я когда-то был в Риме, мне горон экскурсию стоил на три дня. И я там видел Колизеи, все эти вещи. И я хотел у себя нарисовать Колизей. Но Колизей он огромен, а рыцари, которые там, они, ну, маленькие были незаметны, поэтому сюжет получился чуть другой. Европейская там, как это, 100-летняя война или какая-то там. Я сейчас вам покажу сюжет этой войны. Ну и заодно мы еще аквариум один посмотрим. Там рыбки есть. А вот вам сын помогает, да, вы сказали, а супруга у вас есть? Субруга есть, да, она заучим, в школе работает, все. А, супруга? Да, учит детей, учит сейчас, внук пойдет мне в школу, у меня внук есть, пошлите. У вас прям классическая, да, схема, то есть вы военный, а супруга... Да, 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 ну, где там Кристина? Все, я просто одну вещь покажу, а потом аквариум. Здравствуйте. Вот, вот, понимание того, чем просто человек может... Да, добрый день. Саша, я сейчас, как обычно, по Грузии, хорошо? Да, давай. И это, и H-профиль, хорошо, там не забудь. Да, и уплотнитель, да, хорошо. Это что, это гипс, это штука? Нет, это бетон, это брельеф, это вообще, это можно молотком, это все дробилось на 50 картинок, и она вот так восстанавливала все. Вот эти вот серебристые все вещи, золото, это патиновое золото, которое вот так фольгой покрыто, да, а потом нанесено лаком, да. А это что за, еще раз, что это за картина? Это европейская война, какая-то вот сюжет с европейской войны, вот это все, вон, меч настоящий нам вытащили, мы в руку ставили, и копье вставлено на настоящее, вот. Все, вот, поэтому, как бы мне друзья говорили, тебе надо где-то под шлемом тебя изобразить, я говорю, да не надо, с минноискателем еще скажите, чтобы сапера тут, ну, этому аквариуму два года, поэтому он вот такой уже яркий в нем. А вот здесь как раз видно, да, это сейчас можно выйти на балкон, то есть. Вот. Понимаю, стоило жить, чтобы попить кофе здесь, согласны или нет? Полностью. Да, поэтому, как-то так. Это вот теща моя, Маргарита Рудольфовна, она нас кормит всех, тоже у меня на производстве задействована, обеды кашеварит, всех мы, всех объединили. Все, Кристина, переезжаем в Беларусь. Дима, ну, я вот все, что мог, аж спотел, вот все рассказал, но. Не знаю, вообще, у меня просто слов нет. Я, в принципе, уже большое количество восхищений и так по ходу фильма озвучил. Мне даже и сказать-то особо, когда вы меня вот сюда вывели, я такой думаю, ну, вроде как пауза возникла. Мне же надо что-то вставить в эту паузу. Я понимаю, что, во-первых, вставить-то нечего, а может быть и не нужно было ничего вставлять, понимаете? Потрясли до глубины души, но вот честно признаюсь, как вы считаете, согласны? И вот, фабрики-то не слышно здесь? Фабрики не слышно, да. Да, все. Я здесь живу два года и не нарадуюсь, и вообще. Я буду ждать выхода этого фильма с особым нетерпением, честно признаюсь. Мы только с женой на днях открыли то, что вот это. И мы вчера уже засыпали, мы отключили фильм, смотрели с женой, там ваши различные, там где нерусские у вас, где-то под Ростовом, там вот тысячи квадратных метров. Аман, самый последний фильм. Да, вот это я смотрел, потом еще несколько мы просмотрели, все это. Позвольте вас поблагодарить и пожать вам руку от чистого сердца, русской нашей большой души. Спасибо вам огромное за эту открытую экскурсию и за ваше отношение не только к производству, к своему делу, к своей родине, но и к жизни, в принципе. Вы просто потрясающий пример для подражания. И мы сделаем от себя все, что возможно, чтобы максимальному количеству людей рассказать о вам. Ну, а я прошу передать просто россиянам большой, огромный привет, что знаете, что есть белорусы, такие же по крови люди, как вы. Все. Друзья, давайте, отметьтесь, пожалуйста, комментариями, потому что, ну, невозможно пройти после такого фильма. Лайк, комментарий, отправьте обязательно своим друзьям, знакомым, кому вы желаете добра этот фильм. И, соответственно, увидимся в следующих фильмах. Пока.